Приветствую вас, друзья! В Войной Туб-канале «Всё для клёва». Видите, как случается, что начинается рыбацкий сезон, а приходится мгновенно менять свою профессию. Из рыбака становиться военным. Но я вам скажу, что каждый сведомый, скажем так, гражданин Украины так и поступил. И готов защищать свою Украину даже ценой своей жизни. Я хотел бы обратиться в своём видео, наверное, к россиянам бесполезно, потому как мозги промывались очень долго. И даже зная о том, что у вас, у россиян, есть родственники в Украине, с которыми вы, может быть, ещё общаетесь, которые вам рассказывают, что здесь бомбят Харьков, Мариуполь, бомбят Чернигов. Вы этому не верите. Вы думаете, что это специальная какая-то операция. Но на самом деле здесь полномасштабная война. Война, в которой бомбят детские сады, школы. Даже в Мариуполе разбомбили роддом, чтобы вы понимали. Сейчас расистские оккупанты не жалеют мирных жителей. Очень большое количество людей погибло гражданского населения. Я не говорю про военных. Про военных это отдельная история. Так вот, я не к вам хочу обратиться, не к россиянам. Вы просто учите слово «контрибуция». Единственное слово. Я хочу сейчас обратиться к братьям белорусам, которые всегда были нашими союзниками и братьями. Вы поймите правильно. Нам открывать второй фронт против вас нет никакого нерезона. Ни в стратегическом, ни в тактическом смысле. Поэтому, если в вашу сторону, с нашей стороны полетят какие-то бомбы с каких-то самолетов по вашим мирным селам или городам, то это, скорее всего, будет специальная такая провокация со стороны России только для того, чтобы сапог белорусского солдата пересек границу Украины. Не делать этого, потому что нам не нужно с вами враждовать и воевать. Нам нужно дружить с белорусами. То, что Лакушенко уже совершил военные преступления, за это он сам лично ответит. Но то, что белорусский народ должен встать и не допустить, чтобы армия Белоруссии зашла в Украину, это вы можете, это в ваших силах. Поэтому из этого к вам и обращаюсь. Сам я лично практически на следующий день, после того, как Россия активную начала вести фазу военных действий, ушел в военкомат и не ждал повестки, не ждал звонка с военкомата. И пошел защищать свою родину, Украину. Так вот, я вам хочу сказать, что я безмерно благодарен нашим рыбакам, с вами сообщество «Всё для клёва». Администратору Дмитрию отдельное спасибо. Который, зная те потребности воинской части, которые необходимы, особенно в медикаментах первой необходимости, в вещах, в каких-то материальных средствах, быстро собирали деньги, находили эти вещи и привозили в нашу воинскую часть. Огромное-огромное спасибо всем нашим рыбакам «Всё для клёва». Друзья мои, я хочу к вам обратиться, к украинцам, что меня просто перепирает гордость, что какие всё-таки вы классные, какие вы дружные, какие вы сильные, и вы непобедимы. Мы вместе непобедимы. Ну, а россияне, я вообще не понимаю, кого вы хотите защищать и от кого. Я больше четырёх лет веду ютуб-канал «Всё для клёва» на русском языке. Посмотрите любое моё видео с самого начала. Кто мне хоть слово сказал о том, что почему ты ведёшь на русском языке? Кто мне мешал разговаривать на русском языке? Да никто. Зачем вы идёте меня освобождать? Как вы вообще освобождаете русский город Харьков, бомбя его с воздуха, с артиллерии, с градов, стираясь с леса земли? Это вы так вот защищаете русских? Да нахрена вы такие нужны, защитники? Кто вас просил сюда прийти и защищать нас? У вас есть хоть одно заявление, хоть одного россиянина, живущего, или русского, правильно сказать, русского, живущего в Украине, который бы вам сказал «Придите и защитите меня от бандеровцев»? Ну, хоть один такой вариант у вас есть? Или вы сами себе надумали эти цели для войны? Сволочи, проклятые. Вы будете гореть в аду все. Вместе с своим Путиным. Друзья мои, кто сейчас остался в Украине, помогайте, становитесь волонтёрами. Приходите в эти центры волонтёрские. Предлагайте себя, потому что работы очень много. И готовить еду, и шить что-то нужно, и вязать маскировочные сети. Все везде нужны лишние руки. Поверьте, работы достаточно. Не сидите дома. Помогайте, как можете. Водители на своих машинах могут подвозить, начиная, я не знаю, от еды до патронов. Работы много. Приходите в волонтёрские центры и спрашивайте, что нужно сделать. Я уверен, что только вместе мы сила, которая способна победить эту расшистскую сволочь. Я уверен, вместе мы сила. Мы уже побеждаем и победим всю эту расшистскую нечисть. Слава Украине! Героям слава! Русские военные корабли! Ты знаешь, куда идти! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!